Накануне в столице начал свою работу первый ташкентский международный инвестиционный форум. В пленарном заседании принял участие президент Шавкат Мерзиёев. Глава государства выступил с речью, подчеркнув приверженность к дальнейшей последовательной работе по созданию максимально комфортных и привлекательных условий для инвесторов и всестороннего углубления взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами и международными организациями. В рамках данного масштабного мероприятия на высшем уровне прошли переговоры. На полях секционных панельных сессий и дискуссий обсуждены инвестиционный, торгово-экономический и промышленный потенциал Узбекистана, перспективы развития региональных и глобальных торговых связей, механизмы привлечения инвестиций, вопросы укрепления транспортной взаимосвязанности стран региона и повышения их транзитного потенциала. Что необходимо сделать странам, чтобы увеличить приток прямых иностранных инвестиций? Отвечали на этот вопрос спикеры в рамках панельной дискуссии «Инвестиционная привлекательность Центральной Азии». Эксперты пришли к мнению, что необходимо укреплять законодательство, также развивать бизнес-среду и региональное взаимодействие. Инвестиционная привлекательность играет основополагающую роль в развитии стран Центральной Азии. Спикеры подчеркивали приверженность к дальнейшей последовательной работе по созданию максимально комфортных и привлекательных условий для инвесторов и всестороннего углубления взаимовыгодного партнерства с зарубежными партнерами и международными организациями. Центральная Азия представляет собой единый рынок, единое экономическое пространство и естественно единый инвестиционный маркет. Мы создали совместную торговую промышленную палату, мы сейчас завершаем работу по созданию совместного инвестиционного фонда и так далее. Надо еще развивать региональную инфраструктуру. Это прежде всего транспортные коммуникации. Стратегию тоже нужно общую инвестиционную координировать. Макроэкономическая стабильность, полезный ископаемый и значительный внутренний рынок, квалифицированная рабочая сила. Среди ключевых индикаторов привлекательности для инвесторов. У нас большая интеграция, большие работы по реализации инфраструктурных проектов с республикой Узбекистан. Большой проект по продолжению строительства высококоррупционного пассажирского железнодорожного проекта. Это продолжение до Ташкента, до Шимкента и до Туркестана. Кроме этого, мы сейчас на стадии разработки больших крупных железнодорожных проектов по железной дороге. В 2019 году объем прямых иностранных инвестиций в регионе составил более 30 миллиардов долларов. В 2020 с учетом пандемии приток инвестиций сократился до 20 миллиардов долларов. В прошлом году благодаря антикризисным и стабилизационным мерам странам удалось добиться положительной динамики и в текущем ожидается полное восстановление допандемийных показателей. Президент Узбекистана, он в своем речи отметил направление цифровизации. Нужно реализовывать совместными усилиями. Почему? Потому что без вот этой поддержки соседних стран мы не можем одиночку развиваться. У нас есть фонд, узбекско-кыргызский фонд развития. Уставным капиталом 50 миллионов долларов. На сегодняшний день реализовано только 2 миллиона долларов. Но мы будем усиливать в этом направлении тоже свое сотрудничество. Тема другой дискуссии — поддержание макроэкономической стабильности при проведении реформ. Звучало, что сегодня реформы охватили практически все сферы деятельности Узбекистана. Унификация обменных курсов, либерализация валютного рынка, ведение конвертаций по текущим операциям, снижение таможенных платежей, сокращение ряда административных издержек, ведение бизнеса оказали серьезное влияние на решения, принятые в целях обеспечения макроэкономической стабильности страны. В первой половине дня в центре внимания участников форума было обсуждение актуальной темы — финансовый рынок как драйвер развития рынка капитала. Для нас, как для инвестора в Узбекистан, мы крупная финансовая группа. Мы также смотрим на ваши выпуски. Наш дочерний банк инвестирует в ценные бумаги Узбекистана. Мы видим, что идут следующие шаги по развитию как законодательной базы, инфраструктуры, построения биржи, центрального депозитария, дигитализации этих направлений. То есть эти все шаги, конечно же, очень важны. Для нас, как для инвесторов, мы готовы смотреть и на Capital Markets, инвестировать через рынки ценовых бумаг. Спектр обсуждаемых вопросов был широк. Например, какая система может ускорить модернизацию финансовой инфраструктуры, обеспечивая доступ к банковским услугам и рынкам капитала. Эксперты выдвинули свои предложения. Мобильный банкинг, цифровизация финансовых услуг, инновации и передовые технологии. Вот что является важным и актуальным. На самом деле, если мы сможем со стороны правительства выстроить правильно нашу регулятивную политику, без каждодневных изменений, а именно дать стабильность, предсказуемость, то поток инвестиций будет только усиляться. Кроме этого, вопрос обсуждался доверия. Для того, чтобы развивать финансовый рынок, в первую очередь, инвесторы, обыкновенные люди, должны доверять своей системе. Поэтому поднимаются вопросы, что нужно делать, чтобы это доверие поднимать. Опять-таки, на опыте других стран, как Вьетнам, Польша, Казахстан, Россия. Очередная панельная дискуссия посвящена вопросам развития сельскохозяйственной отрасли, на которую приходится 17% ВВП страны. И получило символичное название. Обновленное производство и новые рынки для сельхозпромышленности. Здесь речь шла и о реформах отрасли и созданных условиях для инвесторов. Мы видим реформы в корпоративном секторе. Если быть точнее, это налоговые реформы. Конечно же, здесь на данный момент будем решать вопросы капиталовложения. То есть, наряду с инвестициями мы будем вести работу и с капиталом. В свою очередь, мы готовы оказать всю необходимую поддержку для налаживания тесного сотрудничества с фермерами, финансирования определенных проектов. Так вот, наряду с успехами, а это ряд постановлений и указов президента, направленные на улучшение сельского хозяйства, отмена бойкота на узбекский хлопок, повышение роли прав человека, искоренение детского труда при сборе хлопка. Были также проанализированы и существующие недостатки в сельском хозяйстве. При этом фокус был сделан именно на улучшение инфраструктуры, ирригации, логистические процессы, использование передовых водосберегающих технологий. Основная тема здесь – сегодняшний вызов сельского хозяйства, как нам улучшить, модернизировать нашу продукцию, включая всю цепочку от фермера до конечного продукта, естественно, связанное с экспортом конечного продукта, безопасности конечного продукта. Викстан за пять лет сделал огромный скачок вперед в создании благоприятного климата для инвесторов. Например, у нас только 35 субсидий с семи направлений сельского хозяйства. Такого количества субсидий ни в одной стране мира вы не найдете. Панельная дискуссия инноваций в сфере машиностроения. Для обеспечения конкурентоспособности и актуальности сферы машиностроения необходимо внедрение инноваций, в том числе межотрасливые производства. Как обеспечить эффективное внедрение инноваций машиностроения? И главное, смогут ли инновации преобразить традиционное машиностроение? Именно на эти вопросы участники получили подробные ответы в ходе открытого диалога. Речь шла и о вопросах локализации производства путем внедрения зеленой экономики, стимулирования научно-технических открытий и инноваций, создания большего числа рабочих мест, что и определяет успех экономики и уровень развития государства. Третье важное направление – идея во имя чести и достоинства, которая была выдана президентом нашей республики, охватывает очень важное направление – это развитие инфраструктуры. Именно эта тема была в центре внимания, дискуссии, и данная сессия вызвала широкий интерес у участников инвестиционного форума. Новый этап в развитии транспортно-логистической инфраструктуры. Сессия объединила ведущих специалистов отрасли, представителей финансовых институтов мира, соответствующих министерств и ведомств нашей страны. В центре внимания прежде всего инициативы президента Шавката Мерзиёева в области интенсивного развития инфраструктуры и укрепления сотрудничества в этом направлении. Как отмечалось, Узбекистан занимает выгодное положение в самом сердце Центральной Азии. Каковы ключевые приоритеты для активного развития железнодорожного, воздушного, автомобильного, пассажирского и грузового транспорта? Насколько актуально совершенствование цифровой инфраструктуры для модернизации логистических услуг? Какие модели финансирования являются наиболее привлекательными для расширения логистического потенциала? Эти и другие вопросы были обсуждены в ходе прошедших дискуссий, что говорит о высоком интересе мировых специалистов, глубоком изучении возможностей Узбекистана и желании принять активное участие в развитии транспортно-логистической инфраструктуры. Прежде всего, я бы хотел поблагодарить президента Узбекистана за широкие возможности, открытость и прозрачность в плане реализации бизнес-проектов. Мы видим большой потенциал вашей страны, в том числе и в транспортно-логистической инфраструктуре. Я один из тех инвесторов, который успешно вложил свои средства для осуществления проектов в Узбекистане и намерен наращивать свою инвестиционную активность, так как вашу страну мы рассматриваем как важнейшее звено в экономике Центрально-Азиатского региона. И дело не только в его географическом расположении, а в реформах президента Шауката Мерзёева в области укрепления внешнеполитических и экономических связей. В этом же зале во второй половине дня прошла ещё одна сессия, тема которой – электроника и электротехника, взгляд в будущее. В центре внимания экспертов следующие вопросы. Как повысить уровень локализации производства? Как создать совместное производство с известными мировыми производителями? Узбекистан имеет большой потенциал в сфере производства электротехники. Отечественная продукция, благодаря своему высокому качеству, способна конкурировать на мировом рынке. На сегодняшний день между Узбекистаном и странами СНГ уже имеется сотрудничество в области экспорта электротехники. Однако необходимо расширять географию экспорта. Для этого мы должны привлечь как можно больше представителей деловых кругов. И данный форум в этом плане выступает в роли уникальной платформы, благодаря которой мы можем продвигать продукцию Узбекистана. Что может измениться в ближайшие 50 лет? На что стоит сфокусировать внимание, чтобы оставаться на плаву? Об этом говорили на панельной сессии «Новое образование» и «Будущее 50+.» По словам спикеров, угадать, что будет актуально в точности, невозможно. Но спасти ситуацию помогут инвестиции, а именно инвестиции в образование. Для справки, за короткий период в стране создано 82 новых вузов, в том числе 23 зарубежных филиала. В результате их общее количество достигло 159. Уровень охвата выпускников в школу высшим образованием вырос с 9 до 28%. В 2022 году 45% социальных расходов направлено на сферу образования. 86 трлн сумм на дошкольное, 30,8 трлн сумм на народное и 7,5 трлн сумм на средне, специальное и высшее образование. В центре внимания участников сессии также актуальные формы обучения. Онлайн-образование никогда не сравнится с традиционным. Но о внедрении гибридной формы обучения стоит подумать. Инвестиции в приватизацию государственных активов – ключевая тема очередной сессии. В стране планируется приватизация таких стратегических секторов, как транспорт, энергетика, химическая промышленность и телекоммуникация. А это новые возможности для развития. В центре внимания обсуждение вопросов о подходах для устранения возможных вызовов. Как обеспечить правильный баланс интересов инвесторов и государства в процессе приватизации. Отмечу, что расширение приватизации было подчеркнуто главой государства как одной из приоритетных стратегий развития НУ в Узбекистане. Приватизация госактивов при поддержке международных финансовых институтов и иностранных консалтинговых компаний позволит к 2026 году за счет отмены эксклюзивных прав и приватизации государственных предприятий устранить МОНОП в более чем 25 видах деятельности. Будет продолжен процесс преобразования банков в коммерческие банки. А доля частного сектора в банковских активах повысится до 60%. Количество государственных предприятий сократится не менее чем в три раза. Перспективы развития здравоохранения и фармацевтической отрасли. Тема еще одной сессии в рамках форума. Участники которой рассмотрели значение лекарственной обеспеченности государства в сегодняшних условиях. Спикеры рассказали о развитии фарминдустрии в Узбекистане. О том, что она, как самостоятельная отрасль, способна не только выпускать, но и создавать лекарственные средства. Речь шла и о необходимости развития партнерства между фармкомпаниями и государством. А потенциальные инвесторы получили подробную информацию о преференциях и льготах, которые действуют в специализированных свободных экономических зонах, созданных для развития фармацевтической отрасли. В первую очередь хотелось бы отметить, что со стороны наших зарубежных инвесторов очень большая заинтересованность в вхождении фармрынок в Республику Узбекистана. Чем это обусловлено? В первую очередь фармрынок Узбекистана среди стран Центральной Азии является одним из самых крупных. По итогам прошлого года наш рынок превысил 1,5 млрд долларов. И каждый год данный показатель увеличится на 10-15%. И если мы возьмем целый регион, как Центральную Азию, то фармрынок составляет более 6 млрд долларов. Это о чем говорит, что это очень большой потенциальный рынок для любого инвестора. И Узбекистан, будучи в середине Центральной Азии, имеет все возможности. Со стороны правительства было создано несколько свободных экономических зон, где иностранные партнеры могут реализовать свои проекты и получать таможенные налоги и льготы от 3 до 10 лет. Кроме этого, еще особое внимание уделяется на государственные закупки, которые больше закупаются у отечественных производителей.